Как Саулет уже озвучил, сегодня в нашей повестке стоит ознакомление с результатами прошлого года и также планы и мероприятия на 2023 год с конкретными мероприятиями. Хотелось бы в заключение поблагодарить всех вас за активное участие. КОП – это консультативный орган по управлению проектом, поэтому мы надеемся на ваше активное участие в обсуждении, в дискуссиях. Будем рады услышать ваши рекомендации и желаю всем продуктивной работы. Спасибо большое. Здесь я бы хотел сегодня представить вам годовой рабочий план на 2023 год и отчет за 2022 год. Презентация сделана в двух языках для удобства. Ну, собственно, немножко о проекте. Бюджет проекта – 960 тысяч. Модальность проекта – так называемое прямое исполнение PROON, то есть PROON самостоятельно реализует данный проект. Однако мы специально создали комитет по управлению проектом, чтобы все могли поучаствовать в реализации этого проекта. Это как бы наше такое добровольное обязательство, которое мы на себя приняли. Он состоит из двух компонентов. Первый компонент у нас посвящен внедрению низкоуглеродных технологий и ресурсосберегающих технологий. Второй проект у нас посвящен противостоянию засух на национальном уровне, созданию системы предупреждения засуха. Период реализации в августе, ну, в сентябре, грубо говоря, он начался, и в марте он завершается 2023 года, в конце марта, 31 марта. Первый компонент у нас состоит из нескольких задач. Прежде всего, мы должны были отобрать пилоты, то есть и установить туда возобновляемые источники энергии, как минимум для 10 ферм. Об этом как раз в разделе расскажут наши партнеры из Национальной палаты предпринимателей, НПП. Также мы должны были разработать инструкции по типовым решениям в области ВИЭ, и потом их рассказать, рассказать об этих инструкциях для национальных фермеров. Также мы должны были внедрить не менее пяти простых тифровых решений для фермеров и не менее двух умных инновационных технологий водосбережения в сельском хозяйстве. В принципе, вот этот большой весь компонент, мы его реализуем в партнерстве с НПП, и как раз будет специальная презентация, посвященная этому. Но я здесь тоже отмечу, что именно было сделано. По первому компоненту, соответственно, мы сделали что? Мы определили партнера НПП, о котором я уже говорил. Мы выбрали пилотные фермы для установки. Это в четырех областях Казахстана. Это Житусуйская область. Вообще, на самом деле, это Житусуйская и Алматинская области. Но дело в том, что когда мы начинали проект, тогда еще не было этого деления. Точнее, оно было еще не завершено. Но мы для себя называем Житусуйская область. Также Северный Казахстан. Это из КООСИ. Потом Восточный Казахстан. Восточно-казахстанская область. И Актюбинская область. На каждой были отобраны фермы. То есть, вы можете видеть, то есть, три фермы, две фермы, две фермы и три фермы. Это вот в этих областях. Почему эти четыре области? Потому что они представляют четыре разных региона. Запад, восток, север и юг. И в целом, те решения, которые будут там приняты, будут, скажем так, типичными для этих районов. Мы оценили энергопотребление пилотных ферм. То есть, посмотрели, какое у них энергопотребление. Оценили, какие нужны будут технологические потребности, технические потребности. Мы осуществили выезд на пилотные фермы. Было очень интересно. Общались с фермерами о многих вопросах. И все фермеры, как один, подтверждали, что большая проблема – это засуха. Как для тех, кто занимается растеневостом, так и для тех, кто занимается выращиванием скота, например. Также мы закупили оборудование, солнечные станции, поливальные системы, насосы, солнечные коллекторы и цифровые решения. Об этом подробнее расскажут наши коллеги. Вот. И здесь символическая карта. Мы стараемся все отчетно сделать в таком японском стиле, поэтому сделали такую милую инфографику в японском формате. Здесь вот написано, какие компании. То есть, например, в Актюбинске это Ардагем, Балашак и Интамак. Балашак и Интамак занимаются у нас, если не ошибаюсь, молочно-товарными фермами. Ардагем занимается выращиванием рыбы. В Алматинской области христианское хозяйство Дон, потом фермеры Чилика, Азиаго. Фермеры Чилика – это такое НПО, которое объединяет фермеров в Алматинской области и помогает им развивать тепличное хозяйство. Они совместно с фермером установят у себя оборудование. И другие – это в основном растеневосты, Алматинская и Жесуевская области и лекарственные травы. В Североказахстанской области – это в основном мясомолочное производство, Каратамар и Сухово. Здесь у нас птицефабрика небольшая, очень маленькая. Мы не стали брать большие фермы, мы именно старались на маленькие и средние фермы использовать. И Восточно-Казахстанская – это и Пой Поспелов, и ШГС Универсал. Это у нас, если не ошибаюсь, но об этом подробнее расскажут, но здесь у нас молочно-товарные фермы. Второй компонент – это у нас расширение масштабов инструментов адаптации. То есть здесь, грубо говоря, мы работаем вместе с Казгидромет, и в рамках этого второго компонента мы осуществили оценку потребностей казахстанской гидрометслужбы для того, что им не хватает для того, чтобы предупреждать засухи, ну, выдавать такое предупреждение, скажем так. Мы осуществили закуп оборудования на цели РГП Казгидромет. Первая часть оборудования уже передана. В ближайшее время будет передана вторая часть. Также определён объём работ по усилению механизма комбинации исполнительных органов для реагирования на засухи. То есть мы планируем создать систему реагирования, в рамках которой каждая, ну, скажем так, обученные люди и местные власти будут знать, как реагировать в случае, если, например, Казгидромет выдаёт, что, возможно, в этом году будет засуха, то есть они будут иметь, скажем, цепь действий, которую им необходимо предпринять для того, чтобы максимально эффективно реагировать на засухи. Эту работу мы сейчас провели оценку, выбрали возможного нашего партнёра. Это центр по ОЧС в Алматы. И совместно с ним будем проводить, ну, проводим работу уже по созданию системы реагирования. Значит, планы на будущий год. Это, собственно, по компоненту 1 установить оборудование на пилотных фермах. То есть мы уже закупили это оборудование, но теперь оно будет устанавливаться, происходит строительство. Мы установим цифровые решения на пилотных фермах, разработаем 5 типовых решений на основе того, что мы будем устанавливать. Организуем 7 тренингов по областям Казахстана с участием не менее 25 человек в каждом тренинге. Это будут 7 тренингов, но часть из них будет... Это будет во многих областях, но часть из них будет онлайн, часть из них будет физически проводиться. И также мы планируем провести стаби-тур для фермеров и СМИ, для специалистов для омена опытом. Это в первом компоненте, это уже план на будущий год. Во втором компоненте мы привлекаем инвестиции, мы передаем оборудование для целей РГП «Газгидромет», но я уже об этом говорил, разрабатываем систему предупреждения засух, мы проведем тренинги для акиматов областей, о котором я тоже уже говорил, и разработаем рабочую схему координации реагирования на засухи. И также проведем обмен опытом с японским метеорологическим агентством для РГП «Газгидромет» и других наших специалистов. Собственно, вот здесь вот написан план, я не буду все зачитывать, все, в принципе, я проговорил. Ну, естественно, мы, конечно же, проводим также и работу по информированию общественности, мы организуем семинары, мы делаем публикации через наши социальные сети, пожалуйста, подписывайтесь, там очень много тоже информации от нас идет, не только от нас, но и от другого проекта. По второму компоненту то же самое, то есть мы проводим следующие работы, будем устанавливать оборудование в гидрометслужбе, разработаем специальный IT-инструмент, разработаем учебный курс, точнее, вся эта работа уже идет, и сейчас такая идет на рельсах, скажем так. Не менее пяти тренингов для гидрометеорологического персонала, также мы для областных и районных Акиматов мы проведем тренинги, организуем ознакомительные поездки Казгидромета в Японию. Сейчас как раз вчера у нас было очень хорошее совещание с фасольством Японии в Казахстане, благодарю Каната Сан за то, что он пришел, поделился своим мнением. Также мы окажем логистическую поддержку всему этому процессу, разработаем схему действий как раз вот на засуху, и проведем тренинги по этой схеме действий, то есть мы еще будем тренироваться, как правильно на нее реагировать, и, соответственно, в ходе тренинга будет понятно, какие есть, может быть, какие-то узкие места, которые нужно будет отработать. По коммуникациям проекта у меня должна была говорить моя коллега Айжан, но она сейчас приболела немножко, поэтому прошу прощения, я немножко расскажу. Во-первых, все, что мы рассказываем в рамках этого проекта, это активно дублируется японским правительством, японским UDP, и, соответственно, вот есть такие интересные записи, это Twitter, Instagram и все прочее. Очень много мы провели различных мероприятий, и все, что я вам рассказывал, все это дублируется с помощью коммуникационных средств, то есть мы делаем видео, мы делаем информацию, и все это показывается в онлайн-режиме, то есть у нас есть много роликов, статей и всего прочего, и будем еще больше делать, и наши партнеры, которые к нам присоединились, они тоже будут больше участков. Здесь вот можете видеть, например, фотографию фермера, по-моему, в Североказахстанской области, с которым мы общались по поводу установки возможного оборудования. И одно из основных условий, которые необходимо провести в рамках комитета по управлению проекта, я должен рассказать о тех рисках, которые существуют в проекте. Мы посоветовались, и я выделил для проекта три основных риска. Первое, что возможно, что пандемия может вернуться, и тогда что повлияет существенно, может повлиять на реализацию проекта, строительные работы, нам придется перерабатывать доступ, скажем так, перерабатывать процесс строительства. Соответственно, страновой офис, менеджер проекта должны будут об этом позаботиться. И все, что касается, все, что можно перевести на онлайн-систему, мы будем переводить. У нас уже есть большой опыт в этом, потому что два года практически или три года ПРОН работал из онлайн-системы, и, в принципе, у нас есть большой опыт в этом, в том числе и по строительству. Ну, конечно, онлайн мы не будем строить, но имеется в виду выработанные подходы, например, к строительству. Существует также следующий риск, это существует риск того, что проектная деятельность займет больше времени, чем планировалось. Проект, как вы видите, очень маленький по времени, и это основной, для меня лично, это основной такой челлендж, который существует здесь. Это может очень существенно повлиять на мероприятие, на осуществление мероприятий по планированию, по реализации проекта. За это тоже должны отвечать ПРОН, страновый офис-менеджер проекта. Соответственно, что можно сделать, это инициировать продление проекта. Инициировать продление проекта можно с помощью посольства Японии в Казахстане, то есть мы должны будем обратиться в посольство Японии, и посольство Японии может сказать, что оно не против продления проекта, и тогда проект может быть продлен. Третий риск, который я для себя поставил, для проекта поставил, это существует риск того, что произойдут изменения в приоритетах в структуре правительства и в государственной политике. Но в целом сейчас, например, у нас проходит в ближайшее время выборы, планируется, недавно реорганизовалось министерство, теперь оно по-другому называется, другие специалисты там. И получается, что это может как-то повлиять на проект, но в целом мы тоже уже отработали, мы постоянно находимся на связи с нашим министерством, постоянно на связи с департаментом изменения климата, климатической политики, зеленых технологий, и как бы у нас не прерывается никогда сотрудничество, поэтому этот, в принципе, риск, он такой очень небольшой, но он существует, но он небольшой. Вот, собственно, это у меня все. Вот здесь мои контакты, телефон, электронная почта, и если у вас будут вопросы или какие-то пожелания, или у вас есть что-то еще, вы можете мне позвонить, написать, я обязательно отвечу. Спасибо большое. По данному вопросу у меня все. И следующую презентацию я хотел бы предоставить Еркен Наур-Узбеку СНПП Атамикен. Здравствуйте, участники встречи. Рад приветствовать всех. Да, вот хотел начать свой отчет с того, что мы реализуем данный проект совместно с ПРОН при поддержке фронского правительства. Проект, как уже Савлев говорил, использование определяемых национального уровня складов для достижения нулевых выбросов и устойчивого к изменению климата, развития в ответ на чрезвычайную ситуацию с изменением климата. То есть это полное название, кто вас может видеть. Хотел бы вкратце рассказать о текущей ситуации, какая работа проводится. Вот Савлев уже вкратце говорил, да, мы действительно объявляли о том, что нам нужно отобрать в четырех областях нашей страны 10 пилотных ферм. Мы исходили из Чисея, Кастана, то есть север, юг, запад, восток. И вот мы делали уведомления фермерам, реализации проекта, и прием заявок производился через нашу филиальную сеть. Как известно, у нас в каждом районе, в районном центре есть, вплоть до районного центра есть свои представители. Также проектной группой от представительного провода, при осуществлении выездов в регионы проводился отбор пилотных ферм. Проходило с 26 по 8 ноября прошлого года. И также мы еще размещали объявления на сайте НПП, то есть на нашем официальном сайте, в период с 1 по 8 ноября. В ходе данного отбора, то есть сначала было подано 36 заявок в 7 подотраслях сельского хозяйства, было отобрано 10 ферм, была разработана методика, где были конкретные критерии, в том числе по отсутствию задолженности налоговых отчислений и так далее. Вот отобрали 10 пилотных ферм в 7 направлениях, то есть подотраслях сельского хозяйства. Это выращивание лекарственных трав, овощеводство, рыбловодство, молочное животноводство, мясное животноводство, птицеводство и отцеводственное животноводство, то есть отгонное животноводство. Здесь вы видите название ферм наших, Туазиаголд, Кахадон, Сельхозкая кооператива фермера Чилипи и так далее, и будут останавливаться. Также мы в рамках данного проекта, в соответствии с техническим заданием, должны были привлечь международного эксперта. Мы привлекли, как вы видите, Йорк Андреас Динкелакер, это гражданин Германии. Здесь краткая его биография есть, почему мы его привлекли. Он хорошо подходил по тематике данного проекта, вот его небольшое портфолио, какие проекты он реализовывал. Также на сегодняшний день подготовлены подписанные с поставщиками 7 договоров поставки, солнечные станции, гелиосистемы, дождевальные машины, капельное орошение. Подготовлены на стадии подписания с поставщиками 7 дополнительных договоров по актам приема передачи комплектов оборудования, сроков шеф-монтажа и ввода в эксплуатацию. И подготовлены на стадии подписания 10 договоров между НПП и пилотными фермами по ответственному хранению комплектов оборудования в период от поставки до шеф-монтажа и ввода в эксплуатацию. То есть здесь мы привели один из примеров подписанного договора по поставке. Здесь также были четко прописаны технические спецификации, оборудование необходимого. К примеру, солнечные станции, гелиосистемы. Шесть комплектов гелиосистем, шесть комплектов солнечных электростанций, это солнечные полины, инверторы, аккумуляторы. Они уже на складах поставщика и готовятся к отгрузке. По информации поставщика в комплекте оборудования полностью соответствует технической спецификации и качественным характеристикам, которые заложены были в тех спецификациях. У нас было одно из требований, условий поставки, чтобы основное оборудование было производство, как минимум, производство стран Европейского Союза. После отгрузки будет проведена проверка на полноту поставки и качество оборудования, то есть чтобы все соответствовало технической спецификации и заявленным качественным характеристикам. Вот здесь представлены фото со складов уже, то есть оборудование уже прибыло с Нидерландов, с Германией и так далее. Это по состоянию на 5 февраля 23 года. Дождевальные машины, комплектующие дождевальные машины барабанного типа, также на складах поставщика уже, готовы к отгрузке. Также по информации поставщика оборудования полностью соответствует технической спецификации. После отгрузки будет проведена проверка на полноту поставки и качество оборудования. То же фото по состоянию 6 февраля 23 года. Комплектующие для системы капельного решения на складе поставщика и готовятся также к отгрузке на пилотную ферму «Туазия Голд». Также по информации поставщика соответствует технической спецификации и качественной характеристикам производства Израиля. После отгрузки будет проведена проверка на полноту поставки и качество оборудования. Также фото по состоянию на 4 февраля текущего года. Здесь также представлено, если видите, последние три фотографии, это удаленный доступ. Это одно из цифровых решений, одно из пяти цифровых решений. То есть можно будет удаленно управлять капельным решением, подпочечным капельным решением. Если остановиться по капельному решению, в соответствии с заданием, одно из условий было это софинансирование, то есть в натуральном или в денежном выражении. «Туазия Голд» софинансировал проект по закупу части оборудования капельного решения, это магистральные разводящие трубопроводы, поливные блоки. Также оплачивают монтажные работы по сварке, полиэтиленовый труб, доставке оборудования до места складирования на проект, инженерное сопровождение. В настоящее время «Туазия Голд» уже произвел оплату поставщику за вышеуказанную часть оборудования, ну и в целом за монтажные работы. Поставщик уже доставил часть оборудования в рамках софинансирования, то есть все, что оплатила «Туазия Голд», то, что должно было оплатить по комплекту оборудования, уже на складах «Туазия Голд» в пилотной ферме. Ориентировочно уже 9-10 февраля поставщик доставит до складов «Туазия Голд», закупленного в рамках проекта уже оборудования, то есть это фитинги, шланги, капельные трубки и пристают к монтажным работам. То есть здесь бы хотели бы сакцентировать внимание, что согласно договорам поставки между НПП и поставщиками после поставки оборудования пилотной фермы и подписания акта приема-передачи НПП обязуется в течение 7 календарных дней рассчитаться с поставщиками. То есть мы 10 января заключили договор с поставщиками, поставщики обязуются до 24 февраля поставить оборудование, и в течение 7 календарных дней мы должны с ними рассчитаться. По графику поставок, здесь предварительный график поставок уже есть. Хотели бы сообщить, что уже на СПК ферме «Ричлика» гелия-система плюс удаленное управление уже поставлено, акты приема-передачи подписаны с НПП и поставщиками. Все соответствует заявленным характеристикам, требуемым характеристикам странам производства, то есть по комплектующим. Ну, здесь не буду останавливаться, в принципе. По тренингам, также по обновленному техзаданию мы должны провести тренинги во всех регионах, за исключением городов и скульканозначения, так как фермеров нет. Подготовлен проект программы обучающего тренинга, сейчас он находится на стадии согласования с ПРОВАН. Подготовлен проект графика тренингов, тоже также на стадии согласования с ПРОВАН. Как уже Саулет говорил, мы предлагаем 7 регионов оффлайн провести, то есть прямым участием, да, и остальные регионы, да, вот провести в онлайн формате, кустовые тренинги, не менее 25 участников каждого. То есть, в общем, мы предполагаем, что общее количество участников, фермеров, да, непосредственно будет больше 400 человек, больше 400 ферм. Также разобраться с презентацией для обучающих тренингов. Ну, один из презентаций я привел здесь в виде скрина. Обучающий, также вот в соответствии с обновленным тех заданиям, нам необходимо провести обучающий тур в одну из стран, где развито именно внедрение и развитие, идет интенсивное развитие внедрения влагосберегающих технологий и возобновляющих источников энергии. И, учитывая, что мы привлекли международного эксперта из Германии, мы изучили опыт, предварительный опыт Германии, и мы видим, что они одни из лидеров в мире по внедрению влагосберегающих технологий и возобновляющих источников энергии. Здесь вот мы направили уже запрос в Министерство сельхоз и в Министерство экологии по предоставляю кандидатур. Также мы предполагаем, что тур должен включать ознакомление с передовым опытом Германии по внедрению влагосберегающих технологий, организация семинаров с презентацией опыта Германии, ознакомление с передовым опытом Германии по внедрению возобновляющих источников энергии, экскурсии на действующие фермы Германии в отраслях рыбоводства, птицеводства, молочного животного, растеневодства. Это те подотрасли в сельском хозяйстве, где у нас максимальная представленность имеет экскурсии на объекты инфраструктуры, которые могут подходить по тематике проекта. Это крупные, может быть, солнечные, ветровые станции и другие объекты, которые подходят по тематике проекта. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством сельскохозяйства Баварии, Торгово-промышленной палатой Германии и другими партнерами, это Казахстанский и Германский диалог, поорганизация обучающего тура с посещением необходимых объектов, то есть требуемых, которые мы предполагаем посетить. Также вкратце текущая деятельность. Это совместный международный эксперт, ведется разработка странно-решений для перехода на ВИА и ВСТ. Это разработка документации для принятия дальнейшей безразменной передачи приобретенного оборудования, акта приема передачи, соглашения, доверенность, договоры, дарения и так далее. Ведутся переговоры с Министерством сельскохозяйства Баварии. Я тут говорил уже, что по организации обучающего тура составлен график проведения семинаров. Планируется проведение семинаров в онлайн-формате с 1 по 10 марта в семи регионах и в онлайн-формате с 15 по 15 марта. Разрабатывается сценарий пятиминутного ролика, составляется медиаплан по освещению проекта. Уже Саулет говорил, мы уже ряд определенной работы по освещению провели. Порядка 37 публикаций, передачи, материалы в информационных агентствах, таких как Ель-Медиа, Ель-Дала, Ель-Ки-Зет. Это те специализированные порталы по сельскому хозяйству, которые мы ожидаем, что максимальное распространение получат среди фермеров, которые потенциально в завтрашнем деле уже могут применять и развивать применение влагосберегающей технологии и возобновляющих источников энергии. В принципе, все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, готов ответить. Да, Иркен, спасибо большое. Очень интересная презентация, хорошая. Да, вот я бы хотел поблагодарить наших партнеров, НПП «Тамикен» за очень постоянную поддержку, за внимание ко всем деталям, внимание к своим обязательствам. Очень классная работа. Я хотел бы предоставить слово Азамату Ковазову. Здравствуйте, коллеги. Я эксперт по повышению потенциала Национальной гидрометной службы, и моя задача была – это оценка текущего состояния, проанализировать барьеры и проблемы, какие имеются, и оценить потребности Национальной гидрометной службы в области мониторинга и прогноза засух. Ну, засуха, как вы знаете, это комплексное явление, которое происходит не повсеместно, а именно в тех районах, где неустойчивые погодные условия. Скажем, некоторые территории, где сосуществующие условия случаются постоянно, они не будут являться зонами риска. А вот те районы, вот это, скажем, Северный Казахстан, где в отдельные годы при благоприятных условиях собирают очень хороший урожай, а в неблагоприятные годы могут наблюдаться засухи и потери урожая до 100%. И эта территория Северного Казахстана, она дает до 80% урожая, яровых зерновых культур. И данная территория имеет не только значение для Казахстана, но и для всей Центральной Азии, потому что Казахстан является экспортером зерна, поэтому засуха в этом регионе чрезвычайно актуальна. Но надо сказать, что зерно Северного Казахстана поставляется в соседние страны, в Россию, в Европу и в другие страны, как улучшитель, потому что очень хорошее качество зерна. Засуха возникает не сразу, она возникает постепенно, то есть возникает вследствие восстановления антициклона с ясной жаркой погодой, иссушается воздух, возникает называемая атмосферная засуха, далее она приводит к высокому испарению с почвой, высыхают водоемы, реки, уменьшается влагозапас почвы, возникает гидрологическая засуха, почвенная засуха, и она, в свою очередь, приводит к тому, что растения не могут испарять влагу, не могут добыть влагу из-под земли, либо скорость испарения больше, чем скорость транспирации влаги к растениям, в итоге уменьшается тургор, растения находят депрессии, и все это приводит к снижению продуктивности, либо к полному потере урожая, и возникает так называемая сельскохозяйственная или общая засуха. Сам механизм возникновения сельскохозяйственной засухи сложный и растянутого времени, что, собственно, создает все проблемы, связанные с засухами, потому что, в отличие от других ЧАЭС, это не такое резкое событие с четким началом, четким концом. Здесь проблема исключается в том, что событие развивается нелинейно, нелинейно, и всегда есть надежда на то, что на каком-то этапе она прекратится. Значит, выделяют следующий вид засух, это весенняя засуха, она наблюдается вот в начале весны, когда произошли пассивные работы и начинаются сходы, начало окущения, такая фаза у растений. Она возникает вследствие того, что зимой выпало мало снега, и в снежной прокровии низкий запас продуктивной влаги. Также выделяют ранее летнюю и летнюю, а также осеннюю засухи. Они связаны уже с непосредственно нехваткой осадков и с высоким уровнем температуры. Скажем, весенняя засуха, она может наблюдаться и при теплой погоде. Имеются трудности и барьеры в мониторинге и прогнозе засух. Надо сказать, что во многом эти проблемы как общие для всех гидрометслужб всех стран мира, так и специфические казахстанские. В отличие от многих развитых стран, в КАЗ-гидромете не существует большого количества показателей и индексов, которые бы характеризовали засух. И нету какого-то единого интегрального показателя, который бы мог объединить эти показатели, потому что, как я уже сказал до этого, есть много видов засух и многие индексы ориентированы на какой-то из видов засухи. Например, на метеорологическую, на почвенную, на атмосферную. И зачастую нужно, чтобы был какой-то такой интегральный индекс, который бы это все объединил. То есть, это проблема методологического характера. Также проблема заключает в том, что территория Касана очень большая и в разных участках страны наблюдается разные условия. Это классический, скажем, крайний север и, скажем, юг Косанайской области. И для этих территорий необходимы разные критерии и разные индикаторы наступления засух, либо ранжирование их по степени интенсивности, что тоже требует методологического подхода для применения подобного рода показателей. Следующая проблема – это проблема неоптимизированных технологий и больших затрат ручного труда. Те подходы и методики, которые используются в данный момент, они сопряжены с расчетом температуры и осадков. Расчеты проводятся для большого количества метеостанций, это 255 метеостанций по большой территории и расходы, расчеты вернее, они многоступенчатые, используется большое количество данных, это, скажем, суточные данные по температуре, по осадкам, названия станции, индексы, координаты и все эти данные и информация хранится в разных таблицах. В итоге прогнозистам работникам кадромета приходится переключаться, копировать вручную данные с одной таблицы в другую таблицу. Часто бывает, что необходимо провести какой-то поиск данных, часть работы автоматизирована и дает результат, но результат выдается, например, в виде индекса, а не в виде названия, и надо будет специалистам, прогнозистам менять численные названия на обычные, которые используются на наблюдательной сети, и вся эта работа проводится в ручном режиме, занимает очень много времени, она непродуктивная, большое количество людей заняты вот таким непродуктивным трудом. И здесь, учитывая, что сейчас уже 21 век, одна из таких насущных актуальных задач, это именно автоматизация, то есть, чтобы вот эта вся рутинная работа, несложная, она была автоматизирована, то есть, чтобы данные сами копировались с разных таблиц, и это ускорило подготовку данных вводных, ускорило подготовку прогноза, расчета, и в конце концов подготовку выходных данных, потому что выходные данные тоже готовятся частично вручную. Еще одна актуальная проблема, это проблема информирования и продуктов, которые являлись результатами прогноза, но эта проблема общая, потому что многие национальные службы погоды выпускают информацию, но не всегда эта информация доступна для потребителей, вот, например, если мы говорим о засухах, то чаще всего эта информация касается фермеров, и фермерам не всегда понятна информация, которая передается, то есть, зачастую требуется какое-то специальное образование для того, чтобы понимать прогнозные данные, соответственно, необходимо работа по адаптации, по переосмыслению выходных продуктов, результатов работы, так, чтобы она была понятна, в первую очередь, во-вторых, чтобы она была информативна и полезна для разных потребителей, потому что у нас, кроме фермеров, есть разные потребители, это и страховые компании, это, может быть, и министерства, и фермерские хозяйства, и исследовательские какие-то организации. Более того, эта информация, помимо того, что должна быть понятна, она должна как-то побуждать к действию, то есть, продолжением вот этих всех проблем является нехватка вычислительных мощностей. Надо сказать, что эта проблема тоже общая, и она касается не только агрометеорологического прогнозирования, но и в целом прогнозирования, ну, как вы все знаете, все современные суперкомпьютеры, они используются для моделирования климата, для прогноза погоды, здесь идет расчет в трехмерном пространстве, с большим пространством разрешением, временным разрешением, требуется значительная вычислительная мощность, которая обычно присуща серверам, и данное оборудование очень дорогое, не всегда получается его покупать, и в итоге сформировался дефицит вычислительных мощностей, КАЗ-Гидромет не имеет возможности использовать сервера в полной мере, а они необходимы для того, чтобы предоставлять данные, обрабатывать данные с нужной степенью оперативности, причем эти данные считаются не на текущий момент, а еще на будущее, как прогнозные, и считаются определенным интервалом создать временное разрешение. Кроме того, при завершении прогноза, когда результат прогноза вставляется на сайт, либо другие платформы для того, чтобы люди могли ознакомиться, то возникает так называемый эффект пиковых моментов. Это тоже всем знакомо, когда, скажем, какие-то пиковые моменты на Новый год или какие-то такие события возникают перебои с связью, потому что в обычном режиме ее хватает ресурсов, а в пиковые моменты не хватает. И то же самое может касаться засух. В обычном моменты ресурсов хватает, а когда может быть такие сложные моменты засухи с большим охватом территории, то может быть иновременно большое обращение пользователей и необходимо значительные серверные мощности для обработки запросов. Также современные технологии зачастую требуют постобработки, чтобы как бы не просто был какой-то продукт, но и уже какая-то обработка по запросу пользователя. Это все ограничит кассе гидромет, и вот серверные мощности позволили бы ликвидировать это горлышко, чтобы гидромет мог производить работу более эффективно и предоставлять больше информации. Соответственно, увеличилась свобода информации и больше людей было бы осведомлено о засухах. Еще одна важная проблема это проблема квалификации специалистов. Надо сказать, что в кассе гидромете всего лишь 10 человек с ученой степенью. Это очень маленький показатель при общем количестве 3000 человек. Большое количество штата это наблюдателей. Работа связанная с прогнозированием это одна из самых сложных прогнозирования, но касается неопределенности будущего. Здесь часто специалистам требуется оперировать моделями, какими-то последними достижениями в области науки и техники. И немногие специалисты хорошо владеют теоретическими знаниями либо практическими знаниями. Скажем, если мы говорим про засухи, тогда должно быть знание хорошее метеорологии, климатологии, агрометеорологии, методологии проверить прогнозов и для того, чтобы повысить потенциал работников, необходимо привлекать и науку. Надо сказать, что у нас в Казани достаточно печальная ситуация, что наука, в частности именно гидрометеорологическая наука, институт исследовательский по гидрометеорологии он по сути ликвидирован. Соответственно, нет профильного организации, которая занималась сопровожением научным. И как альтернатива являются университеты. При этом в Казахстане всего лишь один единственный университет готовит метеорологов, специалистов метеорологов. и было бы хорошим решением привлечения науки и университетов и молодых ученых для решения проблем гидрометеорологии и засухи в частности. Скажем, чтобы докторанты были бы магистранты в своих дипломных работах, диссертациях, занимались исследованием засух. Ну и такая главная, одна из главных проблем это то, что при решении многих проблем, связанных с прогнозом засухи, с методологией и другими, остается главная проблема реагирования. Как уже было сказано ранее, засухи это особая категория чрезвычайной ситуации, засухи не оказывают немедленного воздействия катастрофического, она не разрушает инфраструктуру, не наносит ущерб инфраструктуру, от нее напрямую не гибнут люди, засуха развивается медленно, и это все создает только обманчивое впечатление, не препятствуя реагированию. Меры принимаются в тот момент, когда засуха уже в полной мере проявилась, но, как правило, это уже поздний такой момент, когда они дают очень низкую эффективность, и самое главное, они не позволяют быть готовым к следующим проявлениям, будущим проявлениям засухи, то есть они решают конкретно одну текущую засуху, и к засухе не нужно относиться как какому-то событию эпизодическому, необходимо готовить планы реагирования, и метаризовать потоки данных заинтересованных лиц, чтобы было ясно на местах, кто что должен делать, какие меры он должен предпринимать, для того, чтобы снизить негативное влияние и последствия засухи, потому что бороться за засуху, предотвечать засуху, невозможно, потому что это мощнейшее крупное природное событие, и мы можем лишь только снизить негативное влияние и последствия засухи, и в этом отношении планы реагирования имеют очень важное значение. Надо сказать, эта проблема самая краеугольная, потому что это как бы венец всей технологии, без мер, которые позволяли бы правильно и оперативно реагировать на засуху, бесполезно создавать какие-то прогнозы, продукты, методики, даже самый лучший прогноз, если не принимать меры, он не поможет. И в этом отношении было бы хорошо, когда планами реагирования на такие события занимаются на основном уровне у полномоченной организации с большим опытом, и когда планы реагирования хорошо отработаны на местах. Вот это очень важный компонент всей системы, хотя он зачастую лежит вне компетенции гидрометра, потому что казгидромет не имеет прав и полномочий заниматься реагированием, то есть проблема в том, что гидромет дает только лишь прогноз, и далее проблема реагирования лежит уже на других организациях, то есть это такая производная от проблем казгидрометра. Вот, коллеги, вкратце, очень кратко, потому что на самом деле проблема очень сложная, очень много было проведено разных работ, обсуждений, и время ограничено, я максимально кратко постарался это изложить. Спасибо, если есть вопрос, можете задать, буду рад ответить. Нона, вы хотите добавить что-то здесь, если не сложно, как представитель РПП Казгидромета? Короче, по поводу этого проекта, вот эта проблема, она находит свою реализацию, от себя могу дополнить вот к тому, что говорил сейчас Азамат Маратович, ну, информация сейчас Казгидромета практически полностью, она предоставляется максимально открыто, публикуется везде, где только можно, как говорится, да, мы открываем информацию полностью, публикуем ее на официальном сайте, предоставляем госорганам вообще без ограничений. В общем, стараемся двигаться в этом направлении, максимально охватить потребителя. Что хотелось бы здесь сказать, мы имеем, конечно, некоторые инструменты для прогнозирования засухи, они имеют определенные минусы, которые я уже не буду здесь об этом говорить. Мы бы хотели, конечно, чтобы вот та система предупреждения засух, которая разрабатывается вот в рамках этого проекта, она, конечно, реализовалась полностью и вот эти моменты наши устранила. что важно, опять же, запомню то, что предыдущий докладчик говорил, у нас существует такая проблема, как это техническое оснащение. нужно понимать это в целом. Мы справляемся с теми задачами, которые перед нами стоят, но что касается конкретно засух, что такое засуха, по большому счету, для нас это сводится к прогнозированию осадков. Прогнозирование осадков на сегодняшний день у нас очень хорошо с помощью численной адаптировки осадки здесь довольно хорошо. Но для просчета такого огромного массива данных нам определенные мощности, то есть открываем территорию Казахстана довольно-таки редко, могли бы лучше, как говорится, охватывать, то есть сетку делать более часто сетки, да, и таким образом осадковать локальность. Это, конечно, усиление потенциала и усиленности нам дало и это напрямую вот именно такое решение, оно бы напрямую повлияло на качество прогнозирования осадков, качество прогнозирования сух. Вот в этом и видим очень хорошее положительное как бы сейчас слышно. Да, нет, очень плохо, но я в принципе общий посыл понял, давайте попробую пересказать то, что я послышал. Первое, что у вас есть хороший инструмент для прогнозирования, скажем так, осадков, но вычислительных мощностей не хватает и соответственно вот эти вычислительные мощности, которые появляются, помогают эти осадки правильно прогнозировать и в том числе открывать данные для различных организаций в открытый доступ, скажем так. Я правильно понял, да? Да, абсолютно правильно и ну вообще считаю, что да, это на данный момент это наиболее эффективная поддержка для оперативной работы, потому что одна из тоже наших, ну не то, что это не столько проблемно, сколько это наша сезонная нагрузка, скажем, да, практически все лето у нас, ну это мы так между собой шутим, у нас компьютеры не остывают, то есть у нас идет постоянная работа, большой объем информации приходит хорошо, но она я понял, прорабатывать, поэтому в принципе спасибо большое, мы поняли, что как бы есть поддержка с вашей стороны, есть оборудование, которое будет хорошо использоваться, я надеюсь, первую часть оборудования мы уже передали, вторую часть в ближайшее время подойдет, это уже сервера, мощные сервера, хорошие, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут установлены, настроены и будут использоваться в дальнейшем для прогнозирования, в том числе засух. вот еще я хотел сказать, что 20 числа мы планируем, хотел бы пригласить министерство, посольство Японии, Джайку, 20 числа мы планируем передачу оборудования, мы пришлем официальное письмо, официальную передачу оборудования с церемонии в РГП Косгидромет, сейчас мы вместе с ними это прорабатываем, спасибо по программе мы подошли к части вопроса-ответы, есть ли у кого-то вопросы, пожалуйста, или какие-то замечания, предложения? В первую очередь спасибо большое всем спикерам, очень интересная презентация именно от людей, которые вовлечены в этот проект, у меня вот такой вопрос, очень много мероприятий у нас такие, связанные с техникой, оборудованием, вот понятно, Косгидромет, в принципе, если мы им передадим оборудование, состояние сами, как сказать, обслуживать его и так далее, а вот как быть с фермерами, допустим, они ранее, допустим, не работали с таким оборудованием, вдруг у них какие-то будут технические проблемы, ну, конечно, мы их обучим, чем, да, в рамках, допустим, проекта, но тем не менее, ну, как избежать именно, чтобы оборудование, которое мы закупим, да, установим, чтобы оно бесперебойно функционировало, работало, какие-то мероприятия у нас в этом или какие-то пункты у нас предусмотрены в этом направлении, вот хотелось бы узнать, спасибо. Позвольте, я отвечу. Да, пожалуйста. Я, ну, я же правильно понимаю по DC пилотным фермам, да, это вопрос? Действительно, да, мы этот вопрос обсуждали в самом начале с Proon. Мы обязали поставщиков обязательно, ну, то есть, там включен, помимо поставки, шеф-монтаж обязательно, то есть, по желанию фермеров, то есть, где им удобно, кто-то на крышу устанавливает, кто-то рядом с производственными помещениями устанавливает, на крепление, там, плита и так далее, то есть, будет обучение обязательно, как пользоваться, также есть гарантии, то есть, если в случае чего, также есть сервисное обслуживание, это обязательно, то есть, гарантию включен и обучение однозначно будет в принципе то оборудование которым мы определили для них по влагосберегающим влагам полу возобновляем источник энергии она достаточно доступная по изучению дать чтобы фермеры в течение там тех дней пока вот идет шеф-монтаж и обучение мы рассчитываем что фермеры спокойно спокойно его освоит по оборудованию вот вы хорошего про задали по по гарантии да вот я так понял . как она должна служить мы как раз и ставить для себя задачи то то оборудование то есть самые основные компоненты до у которых строго гарантийный срок там свыше пяти лет например по инверторам для солнечных электростанций гарантии до 10 лет то есть они должны будут выдерживать пиковую пиковую нагрузку как известно вот мы мы устанавливаем до 5 киловатт соответствии то есть 5 киловатт мощностью до соответствия заданиям и пиковый например летом солнечные дни там может до 9 киловатт генерировать электроэнергию да и здесь очень важно чтобы инверторы с постоянных переменной да вот они выдерживали эту пиковую нагрузку и поэтому мы вот мы как раз в те задания и прописали что будет шеф-монтаж и обучение гарантийный талон сервисная книжка все все будет приложено полностью полностью подключение это вот но говорят под ключ и обучение соответственно то есть как пользоваться как следить за состоянием аккумуляторов инвертора самими солнечными панелями проверяя там напыление и так далее состоянии а также вот где есть доступ к к интернету уже соли говорил у нас не менее пяти цифровых решений там как раз можно будет отслеживать по состоянию в целом комп комплекта оборудования но там важно да вот так я уже доступ к интернету но у нас к сожалению не все в пилотной ферме имеет доступ к интернету поэтому вот где есть возможности там будет удален доступ можно через сотовый телефон отслеживать состояние оборудования состояние накопленной энергии состояние потребления то есть когда пиковые потребление идет когда идет накопление и так далее рахмет еркен еще есть вопросы замечания какие-то рекомендации предложения господин каната пожалуйста каната сан вам спасибо большое за то что организовали заседание куб мы очень рады видеть прогресс проекта вчера у меня была встреча с коллеги из джайка и я спросил коллег из джака попросил проконсультироваться с нашим посольством когда какой-то какие-то проблемы возникают например проблемы с реализации проекта я всегда прошу обращаться и в прошлом декабре центральная азия и япония провели встречу в токио это были министры министр центрально азиатских стран и правительство японии решили создать сформировать и развивать сотрудничество по новым моделям с акцентом на инвестиции в людей и качество роста а также в области экономики и обмена человеческими ресурсами и министры говорили о важности практического сотрудничества в рамках новых моделей развития например о модели зеленого роста и декарбонизации я надеюсь что данный проект предложит передовую практику для нашего сотрудничества по развитию декарбонизации и зеленому росту и насколько я понимаю есть некоторые проблемы например связаны с продлением проекта и также есть некоторые нерешенные вопросы по стадии туру в японии и япония посольство японии хотела бы посодействовать реализацию данного проекта и беспрепятственном проведении указанных мероприятий я хочу еще раз призвать вас постоянно быть на связи уважаемые коллеги а испрон и другие партнеры проекта спасибо большое спасибо каната сан за это пожелание за поддержку мы действительно с огромным удовольствием приглашаем вас на мероприятие некоторое время назад у нас прошел field visit к нам присоединились представители джайка я надеюсь им тоже понравился вот этот field visit как раз мы выбирали фермы на которых будет установлено оборудование и это но был очень интересный field visit как я уже говорил и будем надеяться что у вас появится время посетить когда уже все будет установлено чтобы вы могли увидеть как японский народ помогает казахстану и помогает борьбе с изменением климата когда уже все будет поставлено надеемся что это произойдет ближайшее время спасибо также я бы хотел теперь при перейти к следующему как разному если у кого-то рекомендации по реализации проекта какие-то предложения или еще что-то но судя по всему нет пока спасибо тогда давайте перейдем к подведению итогов я наверное передам слово коллеги шатык тостимировой который является национальным директором проекта шатыка вам слово пожалуйста да спасибо спасибо за улет всех участников посольству японии также за оказываемую поддержку да именно в организационных моментах также в том числе в том числе по организации стадии туров тамикен очень рады что так активно участвует тем за подробный ответ на заданный вопрос думаю подводясь итоги сегодняшнего совещания думаю можно действительно отметить успешный ход реализации данного проекта да за именно за прошедший 2022 год надеюсь также мы его завершим а также в рамках нашей сегодняшней повестки запланировано что у нас было одобрить план проекта на двадцать третий год да то что я думаю озвученные поставленные задачи на текущий год также будут успешно реализованы и третий пункт мы также по проекту протокола предусматривали одобрение заключения партнерского соглашения по реализации именно компонента два проекта центром по чрезвычайным ситуациям и снижение риска стихийных биц и насколько мне известно этот центр который расположен в городе алматы да совет если что вы можете меня подправить поэтому спасибо за участие всем участникам да спасибо большое я надеюсь все участники куб получили все документы то есть там есть повестка есть драфт протокола и проект протокола и пожалуйста если у вас будут замечания или предложения или если час вы сейчас скажите если нет то мы наверное поселим и наверное можно добавлю тоже действительно есть конечно и если риски да вот уже озвучили в принципе в рабочем порядке это уже тоже говорили мы надеемся да вот этот вопрос быстро разрешится целом мы хотели бы поблагодарить вот пресса японии также вот пользуясь случаем про он действительно проект очень очень полезные эффективные уже после вот серии публикаций сми да вот по данному проекту нам уже звонит очень много фермеров интересуются будет ли продолжение то есть поделиться материалами уже наработанными как мы как мы реализовываем то есть и вот мы видим что эффект пошел действительно то что мы и самом начале говорили о том что данный проект должен помочь нам масштабировать до его распространять среди других фермеров тех которые не попали например пилотные дают фермы поэтому вот от лица пилотных ферм хотелось бы поблагодарить прон правительства японии наше правительство за сотрудничество и мы надеемся что этот проект будет реализован намеченных намеченных сроках и все эти вот риски мы ближайшее время сообщают решим и и выполнить данный проект максимально эффективно и те с теми эффектами и целями которые мы заложили иначально спасибо спасибо и реки если позволите салет да да пожалуйста коллеги я от программы развитие он хотел бы благодарить вас всех за выделенное время все мы понимаем что все очень заняты и как бы трудно вовлечь всех коллег в процесс управления этим проектом потому-ка у каждого есть свои прямые обязательства своя работа поэтому огромная благодарность особенно большой призратель мы хотели выразить господину каната стану к бояши стану да и кио стану которые нашли время и присоединились в таком большом составе к нам в таком высоком уровне на нашу рабочую встречу огромное вам спасибо и мы чувствуем вашу поддержку до проект начинался запускался как-то вот немного нам трудно было но тем не менее теперь мы чувствуем полную поддержку с вашей стороны и коллег с джайка которые постоянно вовлекаются да в наши процессы действительно выезжали в регионы с нами вот и я надеюсь что вот последние три месяца нашего проекта мы максимально мобилизуемся и завершим наши основные поставленные задачи по проекту и действительно сейчас будет период когда мы будем собирать результаты уже этого проекта будет официальная передача оборудования касс гидромет надеемся увидеть вас всех на этих официальных мероприятиях будет выезд регионы где мы все вместе как условно говоря комиссия комитет по управлению проекта будем принимать работы и смотреть как это все реализовано на местах в регионах атомикен вам большое спасибо за то что в столь сжатые сроки использовали весь свой потенциал все свои связи весь свой нетворк в регионах мы не зря обратились к томикену потому что для коллег поясню да томикен имеет филиал практически во всех регионах казахстана и выступает по как бы независимым экспертам экспертной они предоставляют независимую экспертную оценку даже в части субсидирования государства сельского хозяйства и учитывая этот потенциал мы обратились с этим к томике ну и я уверен это не наш наш не последний проект совместный шатык большое спасибо за то что она всегда участвует наше комитет по управлению проекта интересуется постоянно запрашивает отчеты промежуточные что мы делаем как мы делаем спасибо вам большое и коллеги немножко организационные моменты все решения комитета по управлению проекта имеют важное значение и отражаются в протоколе подписантом протокола является национальный директор шатык данном случае в нашем проекте поэтому мы направим проект протокола еще раз да пожалуйста посмотрите и до пятницы если есть возможность направьте пожалуйста свои предложения или комментарии если мы до пятницы не получим никаких допустим до от вас комментариев предложений или возражений тогда будем считать что данные документы вами одобрены и шатык тогда будет спокойно уже подписывать данный протокол от всего комитета по управлению проектом спасибо большое коллеги целый лет вам Слово передаю. Да, спасибо большое. Очень приятно. Ну, в принципе, тогда мы завершаем. Я в ближайшее время отправлю список протокол, и я составил список участников. Если вдруг кому-то понадобится такой небольшой нетворк, вы тоже можете использовать. Все, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok